Пророки и экстрасенсы В чем разница между пророком и экстрасенсом? Как они работают? Откуда у экстрасенсов знание о будущем? Знают ли они будущее? Или они притворяются, что знают будущее? Если Бог единственный, кто может дать откровение о будущем, то же получается, что Он экстрасенсам дает информацию о будущем? Эти вопросы мы задаем. Библия четко говорит, что Бог — это единственный, кто знает будущее. То есть, получается, либо тогда, значит, Бог разговаривает с экстрасенсами, но это звучит очень несправедливо. Или происходит иногда что-то другое. Позвольте мне запутать вас еще больше. Я в своих ранних годах, когда мне было двадцать, устроился на работу в одну большую корпорацию. Получилось, я собирался быть великим бизнесменом. И сделаться богатым, богатым, богатым. Я, бывало, ехал по самому богатому району города со своей женой, которая очень красивая. Я скоро ее увижу. Но я со своей женой проезжал по богатым кварталам и говорил ей, Дорогая, моя возлюбленная, смотри, выбирай любой дом, какой хочешь. И через десять лет он будет твой. Потому что я куда-то двигаюсь, моя малышка. Ты подружилась с таким мужчиной, который станет кем-то в жизни. У нас деньги будут просто литься рекой, из карманов вылезать. Она так смотрела до меня и улыбалась. Я верю. Да, правильно. Итак, я еще не женат. Но на тот момент мы еще не были женаты. Я даже не встретилась на этом моменте. Но я устроился на работу. И искал жилье. Нашел вот эту квартиру. И пошел в офис управляющего вот этим всем жилищным комплексом, в котором эта квартира располагалась. И когда я зашел к нему в офис, управляющий посмотрел на меня. Это была она. У нее так вот глаза из орбит повылазили. И она сделала странное заявление. Она говорит мне, о, у тебя дар. Я не знал, что у меня дар. Я подумал, что она имеет в виду, что я курьер. Ну, то есть, как бы, дар, подарок. Ну, то есть, человек с доставкой пришел. Наверное, у кого-то день рождения. И они ожидают, что придет курьер или там человек с доставкой и принесет подарок кому-то на день рождения. Ну, или годовщина свадьбы, я не знаю. Торжество какое-то, и в этом жилищном комплексе ожидают, что доставят подарок. Я говорю, нет, у меня нет подарка. Ну, потому что в английском слово дар и подарок, это одно и то же. И у меня, я ищу квартиру. Вот почему я к вам пришел. Она мне говорит, нет, 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 у тебя есть дар. Я говорю, нет, у меня ничего. Чего вы ко мне прикопались? Я квартиру ищу. Она мне говорит, да ты не понимаешь, ты одаренный. Я говорю, извините, я ищу квартиру. И она мне говорит, позвольте мне взглянуть на ваши часы. На мои часы. Ты ладно. Даю ей мои часы. Она начинает их тереть. У тебя есть дар. Часы были дешевенькие, не виногонтие. Она говорит, есть женщина. У нее, она блондинка. Она живет в нескольких штатах, отсюда в северной части Америки. И, о, ты только что оттуда сюда переехал. Ее имя начинается на букву «С». И ты думал, что, может быть, она, это та женщина, на которой ты женишься. Она хочет к тебе вернуться. И через пару дней ты получишь от нее письмо. Все. Возвращает мне мои часы. Я ошарашен. Потому что все это правда. Теперь у меня проблема. Это был Бог? Или дьявол? Если это был дьявол, откуда он узнал? Я был в замешательстве. Но я подумал, знаете что? Я не думаю, что я буду искать квартиру в этом жилищном комплексе. И я такой, ну, наверное, я все-таки у вас тут жить не буду. Спасибо большое. Пока. По мере того, как я выхожу из здания, я вижу мусорщика, беру свои часы, кидаю их в мусорку. И говорю, спасибо, Бог. Теперь я точно знаю, что мне не нужно было на ней жениться. Две недели спустя я познакомился с моей женой. Но письмо пришло ко мне два дня спустя. Если дьявол и бесы не знают будущего, откуда они знали, что я получу это письмо? И кто была эта женщина? Ее имя начиналось на букву С. И у нее были светлые волосы. Ничего такого демонического не было в этой девушке. Ну, она не была там какая-то ненормальная. То есть вопрос не состоял в этой девушке. Вопрос состоял в том, что дьявол хотел поставить мне западню. И он захочет поставить западню вам так же. Мы скоро ответим на эти вопросы. В другой раз я находился в аэропорту. Собираюсь уже садиться на самолет. Ко мне подходит женщина и говорит, мне нужно с вами поговорить. И я говорю, извините, пожалуйста, мне через минуту нужно уже в самолет садиться. И она мне хватает за руку, пожалуйста, мне нужно с вами поговорить. И тащит меня там куда-то в сторонку. И говорит, вы понимаете, что у вас есть дар. И я так сразу ей, что вы имеете в виду? Она мне. Вы свой дар впустую тратите в церкви. Вы в церкви так ограничены. У вас такой дар в один прекрасный день вы весь мир им охватили бы, если бы только ушли из церкви. Есть так много людей, которым вы могли бы помочь. А вы только в церковных кругах, и вы так ограничены. Я посмотрел на нее. Я говорю, вы не понимаете. Я работаю на парням, который сделал парням, на которого работаете вы. И поэтому по определению тварь не может быть больше Творца. Поэтому если кто-то ограничен, это вы. Она посмотрела на меня. Вы все христиане одинаковые! И убежала. Мой вопрос. Откуда она знала, что у меня есть дар? Она же не служила Богу. Откуда она знала, что этот дар может достигать людей во всем мире? Она же не служила Богу. Я отвечу на этот вопрос скоро. Давайте обратимся к Библии. Деяние 16 глава. Стих 16. Павел и Сила отправляются на молитву вместе с другими учениками. И по мере того, как они идут на молитву, за Павлом и Силой следует женщина. И кричит. И кричит следующее. Эти люди служители Всевышнего Бога. И возвещают они нам путь спасения. И там говорится, что она так поступала много дней с ними. То есть она делала это много дней. В конце концов, Павлу это надоело. И он изгнал женщины-беса. Прорицание. Мой вопрос. Первое. То, что она говорила, было неправильно? Это было правильно. Так откуда она это знала? Ну, вы можете сказать, она от людей слышала и так далее. Но если она от дьявола, зачем нужно было кричать громко, кто такие Павел и Сила, провозглашать, что они нам путь спасения возвещают? Разве Иисус не говорил, что царство, разделенное само в себе, не устоит? И как Вильзевол будет изгонять Вильзевола? Кажется, что какая-то запутка здесь. Но есть какая-то темная логика в этом. Следующий вопрос. Почему Павел изгнал из нее беса не сразу? Что он милостиво относился к бесу? Ох, бедный мой бес. Что же он сразу этого беса не изгнал? Почему он так долго ждал? Речь идет об апостоле Павле здесь. Он не был какой-то там слабачок, там слабенький ученик, там шатающийся в выборе между христианством и не. Это человек, который говорит о великих откровениях, которые были ему даны. Где же оно, это великое откровение-то сейчас? Через минуту мы получим ответ на этот вопрос. может быть не здесь в России, но может быть и здесь в России. А растет интерес ко всякого рода экстрасенсорике, вот этому ясновидению, яснослышанию, как только вы это не назовите. В Соединенных Штатах поток этого всего на телевидении очень велик. Люди, которые обращаются к мертвым и доставляют послания от мертвых к живым. Там всякие шоу о ведьмах, которые наводят проклятие на людей. Куча объявлений по телевизору, там позвоните туда-то и вы можете получить там слово для вас. То же самое в интернете и объявления в газетах со всякими там обращайтесь, там экстрасенсы, ясновидящие. видящие. Просто это наводняет нас шансами обратиться к оккультизму в разных формах и видах. Что происходит? Позвольте мне рассказать вам еще об одном случае из моей личной практики. Я находился в Калифорнии на побережье западном побережье Соединенных Штатов. Мы с женой остановились там у друзей, которые занимаются телевидением. И мы отправились в местечко, которое называлось Венес Бич, чтобы посмотреть рано утром на восход солнца. Ну, солнышко взошло, там утро продолжалось. Мы начали видеть, что там различные типы стаблок были расположены на поле на поле , что было above the beach. Мы заметили, что, ну, это пляж, да, там был, и на пляже там, и от пляжа выставлялись различные столики. И этих столиков много. И на протяжении там где-то полукилометра они занимали пространство. И я решил подойти узнать, что же они там расставляют. И подхожу, замечаю, что человек выставляет такой рекламный знак, который говорит, добро пожаловать на ярмарку оккультизма, нью эйдж и экстрасенсорики в Венес-Бич. Моя первая мысль была, о, Боже, не бросай сюда молнию прямо сейчас. Я не хотел туда заходить. Я не знал, что я вообще сюда приеду. Потом я подумал, подождите минуточку. Эта женщина, которая подошла ко мне, когда мне было 20, она распознала мой дар. Другая женщина в аэропорту тоже распознала, что у меня есть дар. И когда я с ними не пошел, они обе очень расстраивались. Задамся-ка я вопросом. Может быть, я могу создать какой-то хаос, тем, что я просто буду гулять между этими столиками. Не знаю, может быть, я их энергетические поля как-то попрерываю или что-то такое. Сделаю-ка я это. Ну, и я начал там гулять. Прохожу мимо этих столиков, может быть, вас шокирует то, что я услышал от Господа. И думаю, мы столько выслышу, что Господь мне говорит. Этот ненастоящий. Я такой, конечно, Господь, я это знаю. И этот ненастоящий. Да, Господь, я знаю. Правильно. Они тут все подельщики. Давай покажем им. Они вообще пожалеют о том, что эти столики тут поставили. Иду дальше. Господь мне говорит, а вот этот настоящий. Я такой, что? Что ты имеешь в виду этот настоящий? у него есть дар. Я говорю, что? Ты имеешь в виду этого есть дар? Я не слышу от Бога, я слышу дьявола. Я связываю тебя во имя Иисуса. Я разбиваю всякое помышление, поднимающее свою голову против Христа. Я не буду этого слушать. У них не может быть даров. Ты не стал делать этого Бога? Зачем бы ты давал им такой же дар как и мне? Я муж Божий. они люди дьявола. Это означает что ты им дары дал. Это означает Элвис вернется горилла. Потому что это то, что некоторые из них предсказывали, что произойдет реинкарнация Элвиса Пресли в гориллу. Это не может быть правдой. И Господь обратился ко мне. Он сказал, сын, ты не понимаешь дар. Я? Я не понимаю дар. Я ходящий и говорящий дар. О чем это ты? Ты не понимаешь дар. Ты думаешь, что дар это откровение? Нет. Дар это способность слышать в духе. Мои дары и мои призвания непреложны. Когда я даю свои дары людям, я их обратно не забираю. и когда я даю свои дары людям, у них есть выбор. Они могут использовать этот дар в мою славу. Или могут использовать этот дар в соответствии с силами тьмы. Сатана не является даятелем даров. Сатана не является творцом. я сотворил все включая дары. Я сотворил невидимый мир и видимый мир. И дары это часть невидимого мира воплощенного в видимом мире. Это как антенна, знаете, круглая антенна, принимающая телевизионные сигналы. И она может настроиться на любой спутник, на который изберет. И вот что получается. Я даю дары человека. И он показал мне эту картинку спутниковой антенны как иллюстрацию. И точно так же как спутник будет посылать на землю сигналы, я посылаю на землю сигналы мужчинам и женщинам с этим даром. Их дар позволяет им услышать что я говорю. Он входит в них в их телевизор. телевизор. Скажи видение по-английски. И они смотрят, видят видение. Они это видят. Они это слышат. И если они следуют за мной, я буду продолжать давать им сигнал. Видение, сны, слова от меня. если они прекратят следовать за мной, я прекращаю посылать сигналы. Но дар-то у них остался. я сотворил вакуум в сердце каждого человека с даром. Для тех с дарами учителя. Я сотворил этот вакуум внутри них, который кричит, дай мне понимание Библии, иначе я умру. Для людей с даром евангелиста. Я дал им этот вакуум внутри, который кричит, дай мне спасенные души, или я умру. Человека с пастырским даром. Их крик, их души, дай мне людей, которых я мог бы кормить, или я умру. И пророческий дар, он создает этот вакуум, который кричит, дай мне откровение, иначе я умру. и это правда, что те, у кого есть этот дар, когда с ними этого не происходит, не случается, и вся внутренность взывает, дай мне, дай мне сон, видение, откровение, приди ко мне, или я умру. И вот что происходит, когда сигналы перестают поступать от меня, этот вакуум, этот драйв внутренний толкает их, чтобы найти любой сигнал, приходящий откуда угодно. Сатана является князем в воздухе, помните? И Бог мне сказал, посмотри в Библию, я там написал об этом. И у него тоже есть сигналы. Таким образом, они настраивают свое телевидение, пока не включатся в этот канал. И через свой дар начинают принимать не Божьи сигналы, но сигналы, которые посылает сатана. И они думают, что слышат от Бога, потому что это приходит через дар, который Бог им дал. Но они не знают источника сигнала. И не осознают, что они принимают от сил тьмы. Это оставляет нас с вопросом, не правда ли? Ну, хорошо, вы скажете, я понимаю, что дар позволяет человеку получать откровение либо от Бога, либо от сатаны. Но теперь у нас проблема Бога. Это что значит, дьявол знает будущее? Потому что весьма многие из тех вещей, которые таким образом предсказываются, исполняются. это женщина знала, что моя бывшая девушка пришлет мне письмо. И оно пришло. Женщина в аэропорту знала, что у меня есть дар. И она была права. И теперь у меня проблема. Потому что Библия говорит, что сатана не знает будущего, только ты, Бог, его знаешь. Тебе нужно помочь мне с этим разобраться. Ну что ж, давайте будем разбираться. Давайте я зачитаю вам пару стихов. Они перечислены у вас на 52 странице конспектов, но не написано содержание. I'm going to read Isaiah 41 verses 21 through 24. Я прочитаю Исайя 41 21 по 24 стихи. Hopefully it's the same chapters as ours. present your case says the Lord. Bring forth your strong reason says the king of Jacob. Let them bring forth and show us what will happen. Let them show former things what they were. Мы с вами увидели, но вы ничто, и дело ваше ничтожно, мерзость, тот, кто избирает вас. Вот у нас стихи, которые говорят о том, что дьявол не знает будущего. Экстрасенсы не знают будущего. Исаия бросает им вызов от Бога, давайте, сделайте это. Очевидно, они не смогут. Вот что я заметил, это вот что. На протяжении всего Писания, когда Бог поднимает пророческий народ, пророческое поколение, Сатана поднимает своих так называемых пророков, чтобы бросить вызов Божьим пророкам. Моисей пришел к фараону и сказал, мы собираемся сделать одну вещь. И я собираюсь доказать, что Бог — это Бог, смотрите сюда. Он бросает свой жезл, и он превращается в змею. Потом приходят волшебники фараоновы, которых зовут Иамбри и Иоанни. Они бросают свои жезлы, и они тоже становятся змеей. Сила. Кто дал им эту силу? Я верю, что Иоанни и Иамбри изначально созданы были, чтобы быть пророками Божьими. Но они не стали использовать свой дар для Бога. Они стали использовать его для тьям. Таким образом, он был извращен. Потому что есть только один Творец. Творец — это Бог. Сатана не творит. Соответственно, он не сотворил никаких даров. Он не является даятелем даров. Библия говорит, что каждое даяние доброе и дар совершенный приходит свыше. Дар совершенен, но использование дара несовершенно. Нам не нужно путать сам дар и использование дара. Я не верю, ну, не могу вам сказать, что Иоанни и Иамбри были от Бога. Они были от дьявола. Но я верю, что изначальное намерение их дара было от Бога. Возьмем Иеремию. Они так же, как и Иеремия, были пророчески одаренными до того, как были сотворены. Что случилось бы, если бы Иеремия не стал использовать свой дар для Бога? Был ли все равно у него дар? Ответ – да. Помните, всякое даяние, дар, призвание, приходящее от Бога, они не приложены. Он не заберет их обратно. Бог дал Иеремии дар, и Иеремия мог бы использовать этот дар для дьявола, но избрал использовать дар для Бога. Так же могли поступить Иоанни и Иамбри, или другие люди в Писании, которые сделали неправильные выборы в своей жизни. И вы можете прочитать эти стихи, которые у вас перечислены в конспекте. И вы увидите, что Бог – это единственный, кто действительно может предсказать будущее. Тогда как же экстрасенсы предсказывают будущее? Потому что мы все еще не ответили на этот вопрос. Либо они его знают, и Библия является ложью, либо они не знают будущего, но они делают что-то, чтобы заставить вас подумать, что они знают будущее. Вот как это работает. У сатаны есть сеть информаторов, которые называются бесами. И эти бесы наблюдают за всем, что происходит. Верите или нет, они даже сейчас на нас смотрят. И единственное, что их удерживает, это ангелы, которые сильнее их. В этой комнате много ангелов, которые удерживают многих бесов, которые с удовольствием бы вас задушили. Вы в это не верите? Вы в это не верите? Нет. Хорошо. И эти ангелы их не пускают. Давайте скажем так. Предположим, есть два ученых здесь в России. Или два дипломата. которые собираются вместе. И общаются. Из этого разговора они приняли какое-то решение. Ну, предположим, решение какое-то такое дикое. Дикое. Решили, что они купят достаточно краски, чтобы выкрасить весь Санкт-Петербург. Вот. И, наверное, два года потребуется, чтобы добыть всю эту краску. Но они решают никому не говорить. И вдруг появляется какой-то экстрасенс, который говорит, через два года весь Санкт-Петербург будет выкрашен. Все такие, да, конечно, да. Через два года мы видим, что весь город выкрашен новой украской. Откуда этот экстрасенс узнал? Очень легко. Бесы послушали, увидели, как эти люди приняли это решение. Эти бесы прибежали к экстрасенсу с дарами и сказали, через два года этот город будет выкрашен свежей украской. И ее дар, то есть ее вот эта вот антенна слышит, принимает это. И у нее видение. И она это рассказывает. И оно исполняется. А это что, откровение? Нет. Это информация. Это информация. Это то, о чем мы говорим на нашем слайде. Информация может быть подана так, как откровение. То есть, в демонической сфере бесы видят происходящее. И говорят своим людям с дарами, что происходит. Но это подано и выдано и выглядит так, как будто человек предсказал будущее. Но на самом деле нет. Именно поэтому экстрасенсы так часто неправы. Потому что с новым знанием решения меняются. И что происходит? Два этих дипломата исследуют и понимают, что столько краски им не удастся добыть. Ну, и покрасили они не весь город, а только какую-то часть. То есть, с одной стороны выглядит, что экстрасенс был прав, с другой стороны неправ. Но достаточно раз они бывают правы, что может показаться, что они знают будущее. То есть, это ощущение приходит, потому что информация может быть подана как откровение. Сказал бы это другими словами. демоническая сфера предоставляет нам вещи, которые существуют уже сейчас. как несуществующие. Пока они не раскроются и не станут действительно существовать в видимом мире. откровение берет вещи, которых еще нет, провозглашает их так, как бы они существовали, и они приходят в существование, называя невидимое как видимое. но это даже еще более просто. Это возвращается к Эдемскому саду. Было два дерева. Одно дерево познания добра и зла. Это дерево души. Души. Разум, эмоции, воля. Где существуют знания? В разуме. Поэтому дерево познания добра и зла это дерево души. Дерево жизни это дерево духа. Иисус сказал, что слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Иисус, мы видим, ясно прослеживается от начала слова до конца. Он был ковчегом за ним. Он был деревом посреди сада. Он был манной, которая сходилась с небес. То есть Он ассоциировал себя со всеми этими вещами. То есть это дерево жизни это Он. Дерево духа. Дерево откровения. Информация это знание. Поэтому дерево познания добра это дерево информации и зла. Теперь мы что-то понимаем. Мы понимаем, каким образом эта женщина могла предсказать мне, что я получу письмо от этой девушки. Бесы видели, как эта молодая девушка пишет мне письмо. Они знали, что займет это два или три дня для почтовой службы доставить это письмо до меня. Поэтому вот эта женщина мне так и предсказала, что пройдет пара дней и ты получишь письмо. информация поданная как откровение. И это происходит постоянно. Очень быстро. Почему это так долго заняло у Павла изгнать этого беса из этой женщины в Деяниях 16.16? Потому что очень легко различить злое от Бога. Я тебя застрелю, это зло. Это не Бог. Но как отличить доброе от Бога? Дерево познания было деревом познания не только зла, но и добра. Есть доброе, которое ведет к смерти. В книге притчи говорится, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их погибель. Дерево жизни это не просто дерево добра. Это больше, поэтому позвольте мне сказать вам вот что. А экстрасенсы бывают находят потерянных детей. Ну, когда я обращался к полицейским, я вообще-то от них такого не слышал. Но экстрасенсы хотят, чтобы люди так о них думали. Но даже если бы были такие зарегистрированные случаи, это Бог? Вы можете сказать, так ведь это же хорошо, что нашли, например, девочку там пропавшую. Почему же это тогда не от Бога? потому потому что цель цель в том, чтобы обольстить людей. То есть бесы одной рукой говорят похитителю похитить девочку, а другой рукой говорят экстрасенсу, куда девочка похищена. А дизайн состоит вот в чем. Чтобы люди подумали, что способность экстрасенса это Бог говорящий. Обольщение в том, чтобы люди подумали, что Бог с экстрасенсами. Теперь мы знаем ответ на Деяние 16, 16, о женщине, которая провозглашала о них. Она провозглашала это от знания о них. Но план был каков? Она это чудесное предложение провозглашает, которое является истинным. Павел и Сила видят, что это истина, принимают эту женщину, в церковь и все. А потом Павел и Сила переходят в другой город. Угадайте, кто остался? Это женщина. И тогда она всем скажет, они меня принимали, я с ними ходила, я с ними общалась, они уехали, меня оставили во главе. Позвольте мне рассказать вам о реальном пути Бога. как он поворачивает в другом направлении. То есть это был план дьявола. И Павел это понял. И какое-то время у него заняло, чтобы различить между что хорошо, а что Бог. Но как только пришло понимание этого, он подействовал. Я не верю, что Павел имел милость к бесу. Я не верю, что Павел относился с терпимостью к этому бесу. Я верю, что какое-то время у него заняло различить вот эту тонкую грань между тем, что хорошо и тем, что Бог. Между деревом познания добра и зла и деревом жизни. Между душой и духом. И как только он распознал, он предпринял меры. Мы пойдем кушать через минуточку, но я должен сделать две вещи. Хотел вам рассказать, как работает исцеление экстрасенсорное. Слышали об исцелении от экстрасенсов? Ну, там, может быть, это называется многими разными именами, но позвольте мне просто принцип его действия сказать. Может быть, я не буду в полноте раскрывать, но основы. Есть процесс, когда человек полон бесовщины, завоевания еще больше бесов пришло. Что происходит, когда человек хочет больше силы в этой силе? Это больше силы приходит, когда в твою жизнь приходит больше бесов. есть процесс завоевания между демонов. То есть, между бесами есть этот процесс завоевания постоянный. То есть, они друг друга завоевывают. И, в общем, в результате битвы между двумя бесами, один, получается, тогда будет исполнять желание победившего, который побежденный. и есть люди, которые позволили в свою жизнь войти очень мощным бесам. И демонические силы выходят и атакуют человека. Ну, и представьте, атака заключается в том, что у человека начинают отказывать почки. человек там бегает в поисках помощи, оказывается у экстрасенса. Естественно, экстрасенс там делает какие-то обряды, что-то манипулирует там. Вид такой, что человек исцелен. Он даже идет к врачу и врач подтверждает все это анализами, что с вашими почками все в порядке. Что произошло? Очень легко. Если я являюсь начальником беса и повелеваю этому бесу оставить этот орган, а бес говорит, хорошо, я оставлю почки, перейду на мозг. и вон что вы найдете каждый человек, который, в жизни которого происходят подобные вещи, умирает от худшей смерти. Теперь у него, может быть, не почки отказывают, а мозг отказывает, или сердце отказывает, или печень отказывает. Ну и что угодно может случиться. ну потому что без помощи Иисуса он не уйдет из твоего тела, от одного органа отстанет, он к другому перейдет. Но кажется, что человек исцелен. Но это то, как это работает в простой форме, я объясню. Редактор субтитров Корректор А.Егорова